Всем привет! В эфире новости на Универ ТВ в студии Элины Земскова. Сегодня в выпуске. Партнерскому сотрудничеству между Казанским университетом и Есенским университетом имени Юстуса Либиха исполняется 30 лет. В лицее имени Николая Лобачевского КФУ состоялся Республиканский педагогический форум. В стенах КФУ проходит школа исландского бизнеса, экономики и права. 16 октября 1989 года был заключен договор о сотрудничестве между Казанским и Есенским университетами. В этом году партнерскому сотрудничеству двух университетов исполняется 30 лет. Подробности в следующем сюжете. В этом году партнерскому сотрудничеству между Казанским федеральным университетом и Египтовским университетом имени Юстуса Либиха исполняется 30 лет. Знаменательному событию будет посвящена конференция «От клетки к человеку», которая состоится 23 мая в стенах Казанского университета. В нашем университете с 20 по 24 мая пройдет семинар, посвященный 30-летию партнерства университета нашего и университета имени Юстуса Либиха города Гиссена, Германия. 30 лет – это огромный срок, и нужно сказать, что наши старые ректора, предыдущие, профессор Коновалов Александр Иванович и с их стороны Хайнц Байер подписали партнерский договор в 1989 году. Ежегодно публикуется порядка 10 совместных статей, треть которых, совместных с исследователями Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, входит в международные базы данных. «Биомедицинское направление – это мое направление, и именно на это направление семинара мы получили поддержку Гранд РФФИ. А гуманитарное направление – оно старейшее, оно хорошо развивается, но там меньше немножечко возможностей, и их поддержит университет». КФУ и Гиссенский университет в течение 30 лет реализуют долгосрочное соглашение о партнерстве, результатом которого, в частности, являются совместные публикации в области биомедицины. Масштаб планируемого мероприятия соответствует большой конференции, но его результативность будет более четко выражена в формате междисциплинарной естественно-научной секции. «Мы обсудим возможный совместный обучающий проект, который предлагают на сегодняшний день наши немецкие коллеги. Они хотят сделать, попробовать сделать некий проект, который познакомит наших и их студентов параллельно, может быть, с обменом, может быть, с скайп-вариантом и все такое прочее, с методами физики и технологий в медицине». Планируется обсудить современное состояние фундаментальной медицины, а именно борьбу с вирусом гриппа, различные подходы к контролю и профилактике, глобальные эффекты растительной диеты, последствия для экономики, окружающей среды и питания, возможности терапии с воловыми клетками исследования в ревматологии и остеологии. В КФУ состоялся визит Генерального консульства КНР в Казани, в котором представители обсудили дальнейшее сотрудничество с Казанским университетом. Подробности в сюжете Алсу Сатаровой. 23 апреля Казанский федеральный университет посетила делегации из Генерального консульства КНР в сопровождении проректора по внешним связям Казанского университета Линара Латыпова. Гостям провели экскурсию по музею истории КФУ. С большим интересом ознакомляюсь с Казанским федеральным университетом. Вообще-то у нас очень вот такая сравнная традиция. То есть здесь учился Лев Тостой, учился в Вразимире Ульянов, Лине. И это, конечно, очень интересно. Казанский университет уже давно сотрудничает с несколькими вузами Китая, а также регулярно проводит обмен информацией о научных достижениях, представляющих взаимный интерес. Между Казанским федеральным университетом и вузами Китая сотрудничество оживляется с каждым годом. И поэтому думаем, что цель визита этой делегации, конечно, очень полезна, помогает в следующее время, что нам надо делать. Диджитал как новая философия образовательного пространства. Такая тема была заявлена на Республиканском педагогическом форуме. 23 апреля он прошел в лицее имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Анна Глазунова расскажет подробнее. На базе лицее имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета проходит республиканский педагогический форум «Диджитал как новая философия образовательного пространства». Главная цель – это развитие профессиональных компетенций работников образования. Знание цифровых технологий является важным для построения современной системы образования. Поэтому на форуме говорят о диджитал-подходе к обучению. Сегодня система образования нашей республики и в целом Российской Федерации невозможно представить без цифровизации. Поэтому мы прекрасно понимаем, что любые проекты, которые сейчас реализуются в целом в нашей системе и в нашей стране, они требуют новых подходов. В рамках форума проходят лекции, мастер-классы, а также круглый стол на тему обсуждения проекта дидактической концепции цифрового профессионального образования и обучения. На форуме обсуждают цифровые технологии в образовании, рассуждают на тему одаренных детей в цифровой школе, персонализации образования и другом. Тема сегодняшнего семинара очень актуальна. У нас в рамках национального проекта образования в Красной Митине проходят вопросы, связанные с цифровой образованием. Это вопрос повышения эффективности работы педагога. Это вопрос использования новых цифровых платформ в рамках образовательного процесса. Это, собственно, трансформация образовательного процесса на основе активного внедрения цифровой. Здесь собрались порядка 96 человек со всего Татарстана. Это люди, которые заинтересованы в продвижении данных проектов. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Двери Елабужского института Казанского федерального университета распахнулись перед будущими абитуриентами вуза. Студенты и преподаватели вуза приготовили для гостей презентационные площадки, на которых познакомили всех желающих самыми яркими страницами студенческой жизни. Во второй части мероприятия состоялось собрание, в котором гости университета познакомили с особенностями приемной кампании и проектами, реализуемыми в институте. Елабужский институт КФУ стал площадкой для проведения ежегодного республиканского конкурса «Студенческий лидер-2019». В течение двух дней 10 профсоюзных лидеров из четырех вузов Татарстана соревновались в нескольких конкурсных этапах. В первый день участники написали тест на знания правовых норм, регулирующих деятельность профсоюзных организаций. Во второй день студенты также смогли продемонстрировать свою эрудицию, а также представили презентацию своих достижений и планов на будущее в рамках работы в своих профсоюзных организациях. Студенты и преподаватели Лабужского института КФУ смогли приобщиться к миру современной русской поэзии в рамках фестиваля «Лада.Мир». Фестиваль носит имя одного из величайших поэтов Серебряного века Велимира Хлебникова и ежегодно собирает стихотворцев из разных уголков планеты. В этом году участниками фестиваля стали поэты не только из Татарстана и России, но и из Беларуси, Великобритании и США. В рамках мероприятия студенты и преподаватели познакомились с творчеством более десятка поэтов, каждый из которых продемонстрировал свой уникальный стиль и подачу стихотворных произведений. Артем Тупичкин, Айдар Нурмиев, Ильшат Ахмадеев, Камиля Юрикова, Универньюз. В Казанском федеральном университете реализуется уникальный исследовательский проект «Школа исламского бизнеса, экономики и права». Школа проходит в рамках мероприятий Международного экономического саммита «Россия. Исламский мир. Казань-саммит». Подробнее об этом в сюжете нашего корреспондента. С 21 по 25 апреля в стенах Казанского федерального университета проходит «Школа исламского бизнеса, экономики и права. Предпринимательство по шариату. От халяльного продукта к исламскому бизнесу». В ее рамках участники слушают лекции, разбирают бизнес-кейсы, проводят практикумы, круглые столы и дискуссии. Мероприятие ежегодное. Мы пятый раз уже проводим эту замечательную школу. Собирает она представителей практически с большинства регионов Российской Федерации, с ближнего зарубежья. А в качестве преподавателя у нас приезжают спикеры из зарубежных стран. Мы в тесном партнерстве находимся с Бахрейном, с Малайзией. Приезжают специалисты у нас из Австрии. Организаторами школы выступают Казанский федеральный университет, Ассоциация предпринимателей мусульман Российской Федерации, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Российский исламский институт. Ежегодно школа поднимает самые разные темы, касающиеся исламского бизнеса и права. Мы в этом году занимаемся вопросами шари-комплайенс, то есть оценки соответствия бизнесу нормам шариата. Попросту говоря, нужно ответить на вопрос, если ты ведешь бизнес по исламским правилам, как измерить это соответствие. Проект школы исламского бизнеса, экономики и права является уникальным для всего постсоветского пространства. Камиль Гемоздинов, Ленар Довлетяров, Универньюз. На этом все новости. Следите за нами в социальных сетях. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok